Испанская паэлья, возможно, даже известнее, чем храм святого семейства в Барселоне. Её готовят почти во всех ресторанах Испании. И у многих она ассоциируется с морепродуктами. Но что же такое настоящая паэлья? Считается, что впервые это блюдо начали готовить в Валенсии в эпоху правления мавров. Благодаря захватчикам там начали выращивать рис и шафран. Эти ингредиенты в паэлье обязательны. Существует сотни разных рецептов этого блюда. В этом ресторане подают лучшую валенсийскую паэлью в Барселоне. Шеф-повар готовит её так же, как это делали пять поколений его предков. На разогретой сковороде паэльере обжаривает в оливковом масле курицу и крольчатину. Потом добавляет стручковую и белую фасоль, затем помидоры, шафран и паприку, а после заливает водой. Когда всё закипит, повар кладёт круглозёрный рис. И никаких морепродуктов или колбасы. «Чтобы назвать это настоящей валенсийской паэльей, надо использовать традиционные ингредиенты. Если блюда называют паэльей из морепродуктов или как-то ещё, то хотя бы поясняют, что она не настоящая». В Барселоне традиционную паэлью, как правило, подают в ресторанах вдалеке от туристических маршрутов. Приходят в них местные жители. «Иногда я обедаю вне дома и хочу настоящей паэльи, такой, как я ем по воскресеньям дома с семьёй или друзьями. Но приходишь в ресторан, а там её готовят с креветками, мидиями или чем-нибудь ещё. Это не валенсийская паэлья». В октябре прошлого года власти Валенсии присвоили паэлье статус культурного наследия провинции. «Это хорошая новость. А иначе в блюдо добавили бы и колбасу. Но это будет не паэлья. Бывает либо рис с разными ингредиентами, либо паэлья». Новый статус паэльи не означает, что теперь этим названием не смогут пользоваться те, кто готовит её с морепродуктами. Просто валенсийцы хотят, чтобы люди узнали об их настоящих кулинарных традициях.